На прошлой встрече глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов сообщил жителям старого поселка Развилки о том, что застройщику домов, куда планировалось переселить людей, удалось урегулировать все свои финансовые проблемы и строительство многоэтажек уже началось. Со следующего года собственников начнут расселять в два этапа. Администрация муниципалитета взяла ситуацию под личный контроль. Это то, что мы, собственно, ждали все эти, в общем-то, с 2014 года практически. Поэтому, конечно, она была очень результативной. И, кстати, после этой встречи началось закрепление квартир. Процесс пошел. Это очень важно для нас, жителей. Жители стали реально приглашать бронироваться. Мы забронировали свои квартиры, ну, кто куда хочет переехать. Каждому что-то предложили. Как и планировалось, через две недели после первой встречи глава муниципалитета снова собрал жителей старого поселка, чтобы рассказать новости по переселению людей из ветхого фонда. 12 соглашений на сегодняшний день подписаны. По муниципальным квартирам, по первой очереди, мы обо всем в том количестве, в котором было необходимо, застройщикам проведены переговоры. На следующей неделе те, у кого муниципальные квартиры, мы предлагаем, чтобы мы уже сотрудника здесь посадили, уже с вами обсудили те, у кого муниципальные квартиры, соответственно, кто куда. Совместное решение администрации и застройщика найдено и для расселения коммунальных квартир. Коммунальных квартир в новых домах быть не должно. Соответственно, если коммунальные квартиры предоставлены жителям по договорам социального найма, застройщик будет передать в муниципальную собственность однопомнительные квартиры. Такая же ситуация будет с квартирами, которые находятся в частной комнате, которые в коммунальных квартирах в частной собственности находятся. В этом случае застройщик сейчас рассмотрит вариант определенного перепроектирования для того, чтобы жилая площадь была максимально привлечена. Но это будет в любом случае индивидуальные квартиры отдельно от одной комнаты. В первую очередь переселение затронет жильцов домов номер 1, 3, 5 и 8. Эти строения считаются наиболее аварийными. Новые квартиры люди получат в 2022 году. В 2023 году застройщик расселит остальные три дома. Представитель строительной компании обещает, что микрорайон будет полностью благоустроен и на его территории появится вся необходимая инфраструктура. Был вопрос относительно детских садов, школ и поликлиники. В первую очередь поликлиника, наверное, она близка к 10 дому. Здесь многофункциональный спортивный комплекс. И далее детский садик. Вот тут, рядом с 12 домом. Объекты социально-потового служения, магазины и так далее, то есть во вторую очередь. Администрация муниципалитета будет продолжать контролировать процесс взаимодействия жителей с застройщиком и помогать людям без потерь переехать в новые квартиры. Юлия Погосяна, Александр Логинов, Ульга Садовская. Видно этого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова